Приветствую всех участников NC и Лиги GO! Сегодня у нас будет необычный выпуск, в ходе которого я буду показывать таблицы и формулы, но за этими простыми таблицами и формулами скрывается значимый этап развития Лиги. Мы запускаем собственную систему учета рангов и рейтингов, систему учета прогресса игроков и их достижений в результате сыгранных партий в рамках нашего проекта. Это фундаментальный аспект, это важный аспект для любой спортивной лиги, учитывать в собственной системе рейтинги и ранги. И сегодня я постараюсь вам рассказать о том, как она работает в рамках табличек, формул и принципов пересчета. Наша ранговая система будет включать в себя уровни от 20 Q до 9 любительского данного и будет предусматривать то, что наш проект движется в сторону профессиональной спортивной лиги, будет предусматривать, что рано или поздно будут присваиваться первые профессиональные данные, вторые профессиональные данные и до 9 профессионального данного. Где рейтинг Л в нашем случае считаться не будет, будет считаться только ранг. В принципе рейтинговая система НСА и Лиги будет построена исключительно на рангов. Было принято решение, что учет абстрактных цифр того, что ваш рейтинг равен 123 пункта. Это не очень удобно, это достаточно абстрактно для игрока. Что значит 123 пункта? Много это или мало? Понимание о том, что игрок обладает уровнем 1 дан, уже о чем-то говорит. Говорит о том, что он перешел с уровня игрока-любителя, допускающего много ошибок, в категорию мастеров, которая играет уже не только на качестве игры, но и на стратегических замыслах высокого уровня. Соответственно разделение будет на систему Q, на систему DUN и на систему PRO игроков, профессиональных игроков. Одной из моих задач было то, чтобы система НСА и Лиги была максимально простая, максимально прозрачная и чтобы каждый игрок мог понять, как в результате сыгранной партии изменится его рейтинг, как поменяется его ранг. Мы будем выбрать за основу рейтинги и ранги игроков из любых других систем и будем их верифицировать как по текущему вашему статусу рейтинга в RFG системе, на KGS серверах, на OGS сервере и на любых других серверах, где у вас за последний сезон, за последние три месяца сыграно не менее 10 рейтинговых полноценных партий, релевантных партий, по которым можно действительно понять ваш текущий уровень. То есть каждый игрок, входя в нашу рейтинговую систему, будет автоматически получать верификацию своего рейтинга на входе по любым другим внешним системам, который он пожелает привести, аккаунт, на который он, соответственно, предоставит ссылку, где мы сможем проверить его уровень, будь это аккаунт KGS, будь это аккаунт OGS или же рейтинг в действующей системе РФ. Мы будем пересчитывать это по очень простому алгоритму. Рейтинг L100 равен 20 Q, рейтинг 300 это 18 Q, рейтинг 500 это 16 Q, если же у вас там 650 рейтинг, то соответственно, это соответствует 15 Q и прогресс 0.5-50% до достижения следующего уровня. Мы будем считать по результатам каждой партии не только текущий ранг, но и соответственно прогресс игрока до достижения следующего уровня. И даже такие сложные цифры, как 753 рейтинга, который обычно ни о чем не говорит, в нашей системе будет говорить, что у вас 14 Q и прогресс до следующего уровня 53%. За каждую победу над равным по рангу игроку у вас в прогрессе будет прибавляться 0.25 пункта. Это природа победы над равным. Соответственно, за проигрыш равному игроку будет также убавляться на 0.25 пункта прогресса. То есть на 25% вы будете откатываться назад. Если соперник хотя бы на один уровень вас выше, то за победу вы будете получать 0.5, за проигрыш соответственно более слабым вы тоже будете терять 50% прогресса текущего уровня. Если вы побеждаете соперника на один ранг слабее вас, то вам прибавится соответственно только 0.125 пунктов ранга. Далее я буду показывать более подробно все эти формулы. Соответственно, чем более сильного игрока вы выигрываете, тем сильнее растет прогресс. Условно говоря, за 4 партии в рамках Хэнсэй Лиги за сезон, если вы 4 раза побеждаете игрока с таким же рангом, как у вас, у вас прирастает ранг на 1 полный ранг. То есть 0.25 умножить на 4, получается 1 полный ранг. И вы, например, с 14-го кью становитесь 13-м кью. Напоминаю, что кью у нас идут от большего к меньшему. От 20-го кью до 1-го кью дана самая высокая. Ранги от 1-го дана до 9-го дана. 9-й дан самый высокий дан. И в нашей системе в текущих разработанных формулах это учтено по максимуму. Соответственно, любой рейтинг ЭЛа мы можем перевести в ранг в нашей системе. Рейтинг ранг из системы КГС ОГС мы спокойно возьмем из таким, каким он у вас есть в той системе. Это позволит создать систему достаточно адаптивную и усредненную среди всех существующих рейтинговых систем на разных серверах, в разных официальных организациях. И наша рейтинговая система будет постоянно верифицироваться и рейтинги игроков будут входить по усредненному принципу между всеми этими ранговыми системами. Это то, что касается того, как оно будет устроено. Расчет рейтингов будет осуществляться в конце каждого сезона. Сезоны в нашей NC Лиге продолжаются, как правило, три месяца и мы будем учитывать все сыгранные партии игроков. Сначала сыгранные в рамках основного турнира в российской или региональной лиге и потом досчитывать по партиям из открытого турнира. И сейчас хотелось бы немножко поговорить, зачем это все было придумано, почему мы не используем какие-либо другие уже существующие рейтинговые и ранговые системы, почему мы в какой-то степени сейчас изобретаем велосипед, ну и поговорим, наверное, на примере рейтинговой системы РФГ. Многие знают, что до недавнего времени турнира NC Лиги, вплоть до сезона 2020 года, ранги и рейтинги наших игроков пересчитывались, но пересчитывались они не полностью, а только для игроков с уровнем до 1400 пунктов рейтинга РФГ. И, соответственно, игроки более сильных уровней, участвуя в нашем турнире, не получали пересчеты рейтинга, мы не могли проводить верификацию, насколько человек вырос в своем уровне мастерства, насколько он сдал позиции на текущей ГУ-арене. Мы это не могли учитывать и это была одна большая проблема. И самая большая проблема, которая настигла нас уже в предыдущем сезоне, уже в текущем сезоне, это то, что рейтинги нашей Лиги перестали пересчитываться полностью в связи с усилением требований РФГ к онлайн-турнирам, к онлайн-партиям. Это обосновано определенными соображениями в рамках Российской Федерации ГУ, где стремятся к максимальной достоверности рейтинга, где обсчитываются только официальные турниры, которые входят в российскую систему турниров. Но есть определенные проблемы, которые нам не позволяют в рамках нашей Лиги использовать рейтинги РФГ в полном объеме. Первая проблема это то, что они теперь не пересчитываются в принципе. Это самая, наверное, глобальная проблема, приведшая к тому, что нам пришлось разрабатывать собственную рейтинговую систему. Другая существенная проблема, на мой взгляд, существующая в рейтинге РФГ, это то, что значительная часть рейтингов просто не актуальна. Очень много игроков, которые сильно опережают свой рейтинг, и, соответственно, данный рейтинг РФГ нельзя использовать для форубых турниров, и в нашем случае мы не можем использовать рейтинги РФГ для открытого турнира при формировании групп. Напомню, что в открытом турнире у нас формируются группы на основе рейтинга ранга, и случались такие ситуации, когда игрок, который имеет очень низкий рейтинг РФГ, попадал в нижнюю группу и с легкостью, естественно, там всех выигрывал. Игроков с более релевантным рейтингом, игроков с более точным рейтингом. Ну и третья, наверное, значимая проблема рейтинга РФГ. Почему мы не можем его использовать? Ну, потому что он абсолютно непрозрачен, при всём при том, что на сайте Российской Федерации выложено описание рейтинга системы, но оно настолько сложное, что понятно только специалистам. Я потратил, ну, несколько дней для того, чтобы вникнуть в эти формулы, чтобы попробовать их адаптировать для расчёта наших рейтингов. Но уже на этапе расчёта рейтинга отклонения игроков, на основе того, как давно они последний раз участвовали в турнире, я понял, что данные формулы не могут быть, в принципе, к нам применимы, поскольку в нашей инсей лиге все игроки от сезона к сезону участвуют регулярно. У нас, получается, достаточно регулярная рейтинговая система. И учитывать отклонения, за 30 дней было ли сыграно партия, за 60 дней была ли сыграна последняя партия, нет никакой возможности. И без специальной подготовки посчитать рейтинг по этим формулам, ни один игрок и даже очень многие судьи не в состоянии предположить, насколько же изменится рейтинг игрока на 50 пунктов, на 100 пунктов, на 200 пунктов пересчитать рейтинг игрока, если, например, он выиграл такого игрока или такого игрока. То есть, к сожалению, использовать эти, безусловно, гениальные, сложные формулы. Очень сложно. То есть, это не представляется возможным для игроков хоть как-то верифицировать, насколько правильно был посчитан, пересчитан рейтинг, все ли партии были учтены. Мы будем создавать, может быть, менее совершенную систему, но гораздо более простую и гораздо более понятную для игроков, чтобы у нас в лиге оставался азарт, увлеченность и мотивация к быстрому росту, мотивация к повышению своих навыков. Вы будете четко понимать, что если вы выигрываете игрока на 1 ранг выше, то вы получите превращение 0,5 пунктов к своему рейтингу. Если вы выигрываете игрока на 4 ранга выше, то, соответственно, вы получите превращение в целый ранг. И это достаточно понятная, на мой взгляд, система. Все эти формулы будут выложены в открытый доступ. То, как оно подсчитывается, тоже, конечно, имеет некоторую сложность, но без особой сложности вы сможете этим пользоваться. Давайте предположим, что у нас игрок пятого дана выиграл игрока четвертого дана. Соответственно, мы видим, что превращение у нас округлено будет на 0,13 пунктов. И, соответственно, у нас тут же рассчитывается новый ранг. Будет также оставаться пятый дан, но новый прогресс 0,13 пунктов. Если, соответственно, выигрывал третьего дана, то превращение составится всего 8%, на 0,08 пункта прирастет уровень. Если у нас первый дан выигрывает четвертого дана, то, соответственно, четвертый дан получает минус 1 к рангу и становится третьим данным. Первый дан становится вторым данным по результатам уже одной партии. Это основные принципы. Итак, какие основные плюсы в ранговой системе лиги? Максимальная простота. То есть максимальная простота и прозрачность вы всегда можете проверить расчет своего рейтинга. Второй большой плюс – это динамичность изменений и верифицируемость. То есть, да, за один сезон вы можете поднять свой уровень на 2 ранга, на 3 ранга. Если в вашей группе есть сильные соперники и вы их смогли выиграть, то, соответственно, ваш ранг тоже подскочит существенно. Вот в этой общей таблице представлено, как будут рассчитаны результаты за сезон. Если у нас исходный участник имел первый дан, его текущий прогресс составлял 19% до следующего ранга. Да, мы переводим это во внутренний математический рейтинг 2119 пунктов. Первый соперник у него был третьего дана, он его выиграл. Второй соперник у него был первого дана, он ему проиграл. И дальше какие-то партии он сыграл, какие-то партии он пропустил. Здесь стоит нолик. И в результате мы пересчитали его партии с шестью соперниками основного турнира, это российская или региональная лига. И если к тому же человек участвовал еще и в открытом турнире, то дальше мы пересчитываем его партии с соперниками по открытому турниру. И в результате мы получаем, что на выходе по результатам сыгранных партий наш участник с первого дана и 19 пунктов прогресса получил приращение прогресса в 1.45 пункта на 145% ранга. И у нас второй дан и 64 пункта прогресса до следующего уровня. То есть 64% до достижения третьего дана. Так будет рассчитываться результат за сезон. В процессе разработки сейчас находятся формулы для комплексного пересчета рейтинга по итогам сезона, которые мы обязательно внедрим в наши открытые Google таблицы. И вы сможете видеть ваш текущий прогресс уже в рамках текущего сезона. То есть как только вы сыграли в основной таблице какую-либо партию, у вас тут же будет уровень пересчитан. Соответственно у нас табличка трансформации значения 1 это у нас проигрыш, 2 у нас выигрыш онлайн, 3 у нас выигрыш оффлайн. Ну, 2 и 3 будет одинаково учитываться онлайн и оффлайн партия, у нас будет одинаково учитываться при расчете рейтингов. Соответственно наша табличка получает значение минус 1, плюс 1 по результату соответствующей партии. И соответственно изменяется рейтинг для данного игрока и присваивается на основе этого измененного рейтинга его новый ранг и его новый уровень прогресса. Соответственно второй Q 88 прогресс до следующего уровня. Вот такие вот таблички. Надеюсь данная система приживется, сможет быть гибко адаптирована в наши гугл документы, получит свое развитие в виде автоматизированных каких-то систем перерасчета. В ближайшем сезоне пересчет рейтингов для всех игроков будет сделан в ранге. То с каким рейтингом вы вошли на начало сезона будет переведено в ранг. И по окончании сыгранного сезона уже в самое ближайшее время вы увидите свой прогресс в новой ранговой системе Инсей Лиги Го. Надеюсь данная система рангов будет вам интересна. Оставляйте свои отзывы и комментарии. Быть может где-то вы смогли заметить какие-то нестыковки и видите слабости данной ранговой системы. Мы открыты для совершенствования, для развития этой системы и будем обязательно учитывать пожелания и предложения игроков. На этом все. Спасибо всем за внимание. С вами был Леонид Бучков, организатор Инсей Лиги Го. До новых встреч и до встречи в следующем сезоне. Всем пока.